Как жить дальше, если руки опускаются? Для кого-то это риторический вопрос, а для Павла Сухинина из Валуек больной и насущный. Год назад Павел попал в страшную аварию. Для восстановления требовалось дорогостоящее лечение и операции. На помощь пришел фонд поколения Андрея Скотча. Подробности у Елены Голотовской. Павел по секундам помнит обстоятельства страшной аварии, в которую он попал на мотоцикле «Урал». Считает, что тогда ему еще повезло. А день 26 июня, когда это случилось, теперь его второй день рождения. Хотя тогда казалось, что в 30 лет жизнь закончилась. Страшная боль, долгие месяцы лечения и перспективы навсегда остаться инвалидом, который даже стакан воды сам поднять не сможет. Дорогостоящие операции Павла и его семье были не по карману. Тогда он решил обратиться в фонд поколения Андрея Скотча. Подсказали люди, что можно обратиться к Андрею Владимировичу. Попробовал, написал письмо. Спасибо ему, Аронный. Откликнулся. Помог. Операции прошли успешно. Сейчас Павел уже устроился на работу в Волоконовском районе. Тяжелые физические нагрузки пока противопоказаны. Но главное, что руки слушаются. Да ну это я особо не поднимаю тяжесть. Профессор-то мне запретил тяжести поднимать. Пока у меня идет лечебная физкультура. Занимаюсь сейчас дома. Теперь Павел вновь может уверенно смотреть в будущее. До аварии он начал строить дом для своей семьи, жены и дочки. Через год строительство возобновится. Я вот 9 месяцев был на больничном. Стройка все остановилась. Сейчас потихоньку начинаю. Родители помогают строиться. Потихоньку что-то начинаю подделывать, подделать, улучшать жилищные условия. В планах у Павла на новоселье пригласить тех, кто помог ему в беде. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Новости мира Белогорья.